народ всем привет сегодня ребята решил разнообразие тренировочку надоело мне бегать на турники на этих на брусья надоело та площадка потому что нужно разнообразие были мысли сходить в спортзал но потом я узнал что у степана есть гири вот поэтому проснулся позвонил степану сейчас пойдем к нему возьмем гирки и пойдем туда на ближайшую площадочку позанимаемся гирками прав ну чё ты как там одна маленькая нормальная ну 16 а ты 16 килограммовый взял почему так будем ходить купить гирю сейчас будем грабить как вода адреналин да будем делать гирьку а пробег я вчера считал двести пятьдесят четыре но это должно быть рублей семь с половиной ну тут а холостой ход был наверно да большой да я вот кстати как раз я же с лазаревского может сказать пустой ехал голову и удало там стоит получается 1800 но перестань брать с лазаревского вот 1800 плюс шесть с половиной у тебя бы было почти восемь рублей правильно это не 1800 минус комиссия полторы до 6 половиной вот было бы восемь рублей примерно поэтому потерял я когда пустой ехал поэтому ребята у меня тоже много вчера холостого хода ну как много получается я с поляны приехал за 1250 они ну нормально там что там 45 километров в принципе и не мне было я по пробегу также и 7 200 за вчера за смену ладно будем что-то сейчас выдумывать есть тренироваться попьем адрика вреда не сказали если будешь пить мало проживешь я не пил два дня испугался этого негативно влияет на меня эти слова вот а мой друг степан лупит их он по две банки как минимум за раз чтобы не говорили что мы с пустым портфелем все на видео демонстративно я на брусе давай следом я ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, какая мать. Что-что? Кровищешь? Да я, короче, сейчас разденусь, пацаны, тоже сниму майку. Попрошу его заснять. Если я буду там уебок худой, я не буду вылаживать это. Но зато у меня резкость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышишь, что, только за собачку доплата у нас в 150 рублей, молодой человек. Почему она не в переноске, ёпара-сетэ? В какой переноске? Граф! Гля! Это надо сумку? Мерите. Сумку надо так делать. Давай, давай. Дырки для лад делаем. Каких лад, бля, него? Его в багажнике вообще надо водить. А то он... Друзей в багажнике не возит. Друзей в багажнике не возит. Друзей в багажнике. Ты гирю положил? Да, гиря, брат, в багажнике. Да, я не могу приветствить. Короче, идти нам, по факту, до дома, наверное, метров 300. Ну, не кайф. Такая тренировка плодотворная сегодня была. Прям с кайфом. Ребят, вдвоем заниматься всегда легче. Вот. И работать вдвоем легче, когда есть с кем куда-то остановиться, сходить, как мы делаем это обычно. Один из Лазаревской похавать, найти местечко прикольное возле моря. Вот. Графу тоже нравится. А что ты, Графа, бери с собой работать, братишка. Не получается? Не, я бы взял, мне кажется, меня заблокируют. По-любому. Не, ну почему, братан, девчата будут молодые девочки, им будет нравиться. А что, собачка красивая, прикольная. Ну да. Ну, если он на среду, вонять будет. Ну, у кого-то аллергия, может быть. Ну да. Я бы с удовольствием его брать. Не, в Яндексе, если честно, пассажиры пендитные. Ну, хотя сейчас пошел сезон, они в основном все с хорошим настроением. И, ну, как бы, не выебываются особенно. Постоянно переживаешь. Потом приедет, договорились вроде на 28-й, точнее, позвонит, не позвонит. Куда думаешь? Никогда не знаешь точно, позвонит тебе клиент постоянно или не позвонит. Ну, а самому звонить надо, это тоже как-то некультурно. Поэтому я решил выехать и поработать здесь. А если позвонят, то поедем. Сумку я с собой собрал. Будем ожидать. Выходим на линию. Коэффициенты как раз горят. Блин, нечаянно он не заснял. Представляете, наверное, нажала. Она снимала до этого камера. Запутался. Короче, заказ плюс 480. Сука, блядь. Так не объяснять. Ладно, сейчас доеду. Посмотрите, сколько за 20 километров стоимость. Плюс 480 будет по Яндексу. Смотрите, 26 минут ехали мы с ними. 1200. Это плюс 480 ценник был. Вот такие вот, когда плюс 480. Ну да, нормальная цена обычно за 20 километров рублей 800. Максимум. Поэтому, в принципе, это нормально. Ребята, вчера стоял в Красной Поляне, ждал. Вот сейчас оттуда 2 заказа. И никто не хочет, ну, не берет их. Они висят просто. Когда нужно, то ты не найдешь. Когда не нужно, вот, пожалуйста. Межгород. 2 заказа. Это куда? Можно еще цену увеличивать. В Сочи нет, нахер надо. А это куда? Тоже в Сочи. Ну, тоже можно увеличивать цену. В принципе, на Максиме маневрировать. Но ехать никто не хочет. Поэтому в 12, в 10, если ты окажешься в Красной Поляне, то это хорошо. Оттуда уехать легко. Другой загазик принимаем. Ну, не долгая поездка. Через 100 метров. Завершаемся. 14 минут ехали. 400 рублей. И, ребята, кому нужен надежный парк, то ссылочка будет в описании. Пожалуйста, высылайте документы. Мы вас добавим. Мы не сотрудничаем ни с какими жуликами. Это наш с братом личный парк, за который мы лично несем ответственность. Так что отсылайте документы по WhatsApp. Через 15 минут вы можете быть на линии. У нас действует акция. Это 1% на весь сезон. Спеши подключиться. Заработки хорошие уже начались. Интересно, вот такие заказики. Плюс 166 километров подачи. 11 минут береговая. Поехали. Завершаем 32 минутки. 650 рубасей. Снимал пацана, а штруха не начала. Если честно, заебали эти заказы по 250 рублей. Вот я выключил все. Встал возле моремола, думаю, ты. Короче, буду вялиться. Включу детский тариф. И вот прилетает заказик в аэропорт. Да, там пробочка, но лучше я по этой пробочке буду ехать спокойненько. Сейчас включу кондерчик и буду вялиться. 48 минуток. Завершаем. 1285-1300. Ну, это, знаете, хоть как-то компенсировало то говно, которое я катал до этого. Поэтому у меня чуть улучшилось настроение. Мы сейчас в аэропорту и едем на стояночку. Становимся в очередь. Надеемся тоже на длинненький заказ. Потому что внутри города работать и катать короткие заказы мы не планируем. Нам это не нравится. А вот дальние забросы, такие как в Лао, либо там на Красную Поляну, нам очень нравится. Но с Красной Поляной сейчас проблема уехать, особенно вечером. Это я понял. Я вчера выбирался по интрайверу. Поэтому надеемся, что мы попадем куда-нибудь в сторону Лао, туда. Так, ребята, завершаем. Мы в центре, возле Мелодии. Сочи. Не знаю, поймаю или нет. Домой. С морпорта. Такие движущие. Поймал какой-то плюс 180. Не знаю, куда, что. Но надеюсь, что это в сторону Адли. Друзья, короче, я плетусь домой, еле-еле иду, потому что сил нету. Смену сегодня, в принципе, не всю записывал. Потому что мне казалось, что заказы уебищные. Что дешевые они, что работы практически нету. Что ничего я сегодня не заработаю. А вышло все на самом деле иначе. Походу, меня Степан сегодня жестко ушатал. Ладно, сейчас посчитаем результаты. Тут я выведу вам скриншот и буду подглядывать сюда в телефон. По парку близнецы 5 рублей. 5 тысяч 45. По самозанятому 1061. Это 6100 получается. И по парку таксер 1800. Так, 6100 и 1854. Короче, 7954. Практически 8 тысяч рублей. Это не за 12 часов. А отработали мы сегодня... 1... Не 11 даже. Короче, я в полдвенадцатого вышел. Вот 11 часов вечера я практически уже дома, но подхожу к дому. Поэтому, в принципе, результаты сегодня хорошие. Это мое внутреннее состояние. Нужно восстанавливаться просто. Восстанавливаться после тренировок. Побольше, наверное, поспать, пожрать помощнее. Потому что сегодня 3 раза заходил я в магазин бегал. И покупал себе пожрать. Я даже колбасу жирал, потому что так жрать хочется. После этих тренировок, видать, все все жестко порвал. Ну, значит, растет. Если болит, если много кушать хочется, значит, растет. Ребята, все, всем спасибо. Пошел я отдыхать. Давайте всем доброй ночи, хороших заработков, приятных снов. Ну, там, чего вы сами себе пожелаете. Давайте, обнял. Спасибо. Спасибо. Спасибо.